Для первокурсников, которые еще недавно сидели за школьной партой, 25 сентября прошло посвящение студенты. На базе Центра арктического туризма прошел ежегодный слет первокурсников в формате игры, в которой приняли участие более 70 ребят. Какие испытания прошли новички и кто победил в них, расскажет Василий Хатанзейский. Постройка фигур Минополя и еще 11 конкурсов подготовили злобные оргии для окружных студентов средних профессиональных учебных заведений. Ежегодно на слете первокурсников ребята проходят ряд испытаний для посвящения в бурную и веселую студенческую жизнь. Самым первым шагом на пути к посвящению в первокурсниках стала полоса препятствий протяженностью 7 километров. Ребята должны были на время пробежать всю дистанцию и при этом по пути зарабатывать баллы при прохождении разных испытаний. Команда «Медведи Арктики» из социально-гуманитарного колледжа прошла полосу одна из первых. Для физруков достойно пройти состязание не составило труда. Так пробежались очень хорошо. Немножко отставали из-за людей некоторых, а так хорошо пробежали, вроде не устали. Конкурсы были хорошие, нам понравилось. Вроде, надеюсь, победили. С азартом и интересом ребята боролись за победу в каждом конкурсе. После прохождения первого этапа испытаний команды подкрепились и началась творческая презентация каждой группы. Семь команд из Ненецкого аграрно-экономического техникума и Наринмарского социально-гуманитарного колледжа подошли к своим выступлениям с креативом. Кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то вовсе демонстрировал станты – фигуры из нескольких людей. Аплодируем, аплодируем команды! После началось самое главное событие дня для каждого первокурсника – посвящения. Участникам команд надевали ткань на глаза и заводили вместо ритуала. Там ребятам злобные оргии поставили метки студент, а также кормили студенческой кашей. Заварили вы кашу, а теперь нужно ее расхлебывать. Ну раз уж ввязались, а теперь открываем шире рот и получаем кашу из студенческих хлопот и забот. При этом ребята, заходя в комнату, уже догадывались, что их ждет, но все равно испытывали волнение. Расскажи, ты боишься? Да нет. Что ожидаешь вообще? Видишь? Вкусно попитаться. После посвящения начался квест «Игра по станциям». 13 злобных оргов подготовили для студентов конкурсы с разными уровнями сложности. В роли оргов выступили волонтеры, которые когда-то в молодости проходили этот квест. Старст соперничеству дал главный орг всего мероприятия Наталья Медведева. Ни пуха, ни пера. Конкурсы разной сложности, где требуется командная работа, именно эта цель была у организаторов квеста, чтобы ребята сплотились и работали как единый механизм. Сегодня мы проводим мероприятие под названием «Слёт первокурсников». Здесь у нас представлены практически все первокурсники наших образовательных организаций. Такое развлекательное мероприятие, оно направлено на сплочение ребят, чтобы из них сделать одну единую команду, один коллектив. Команда спасателей из НОЭТа приступили к заданиям оперативно. Ведь победа в квесте – принципиальное решение ребят. Первым этапом для них стала площадка с заданиями службы спасения. Для первокурсников это не просто конкурс, чтобы посоревноваться, но и площадка, чтобы потянуть знания по профильным предметам. Само название команды говорит за себя. Ребята обучаются по специальности защита в чрезвычайных ситуациях. Следующим этапом для спасателей стало создание реалистичной фигуры слона. В этом конкурсе ребятам понадобилась смекалка. Прохождение остальных этапов уже прошло как по накатанной. Ведь однокурсники уже сплотились и работали как одна команда. Все очень прекрасно, все очень нравится. Тут новые знакомые появились. Все очень восхитительно. Сплотился ли ты со своей командой, со своей группой? Да, более чем. Хороший настрой и оперативная работа дали о себе знать. Именно спасатели и стали победителями в квесте. В целом день первокурсника удался. Ребята получили массу эмоций и хорошо отдохнули. Какие были вообще конкурсы? Как вы их проходили? Трудно, не трудно? Собирание, сбирание оружия. Это было легко. Петь гимн Российской Федерации. Это легко было. Еще метание гранат. Помимо участия в конкурсах у ребят была возможность показать себя не только перед одногруппниками, но и перед преподавателями. Это мероприятие очень важно, так как вы можете показать на нем себя, проявить себя как активного человека и сформировать определенную репутацию среди преподавателей. Большую значимость мероприятия отмечают и преподаватели. Я пришла в качестве сопровождающей своей группы. Это моя вторая группа уже. И это мероприятие очень важно и необходимо. Почему? Потому что оно сплачивает коллектив. Ребята с города, с искателями, они как одна команда себя чувствуют, да, выполняют различные задания. Им очень нравится. Они очень довольны. И я надеюсь, как-то это больше, ну, сплотит их. И они еще больше подружатся. Ну, и я их узнаю намного лучше. Праздник получился на ура. Ребята пообщались и узнали лучше друг друга. Василий Фитонзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.